Всем привет! С вами Юля. Сегодня у нас 6 января. У вас приближается замечательный праздник Рождество. Я поздравляю вас с этим праздником. Желаю вашей семье мира и любви. А у нас крещение. И сегодня у нас нерабочий день. И поэтому сегодня я буду вышивать. Вчера до поздней ночи спешила завершить все домашние дела. Поэтому сегодня день у меня свободный. И единственное, что я сделаю сегодня, это, конечно, приготовлю какую-нибудь вкусняшку. Точнее, приготовление уже в самом разгаре. Я поставила барашка в духовку. Это наше любимое лакомство. Ну а тем временем делаю это включение, чтобы показать вам, что вышиваю, на каком этапе сейчас находится мой основной процесс. Я 31 декабря снимала видео о всех моих процессах. Ссылку на это видео я оставлю в инфобоксе. И говорила, что именно вот этот процесс я первым возьму на завершение. Потому что я давно его хотела, мечтала. Дизайн раритетный. У меня оригинальный набор. И поэтому, конечно, мне очень хочется его поскорее завершить. Набор был вот в такой сумочке старинной. Я не знаю, это или год выпуска дизайна, либо год выпуска самого набора. Все еще 994. Такой достаточно уже старенький-престаренький набор. Номер набора 84-63. Ангел элегантности. Размер работы у нас будет 35 на 40. Так, основу не меняла. Все материалы оригинальные. Вышиваю на моем любимом станке, которому уже практически скоро уже 10 лет. И он служит мне верой и правдой. Очень люблю этот станок. Он у меня настольный. Единственный как бы... Ну, для меня это плюс. Для кого-то может быть минус, а для меня плюс. Он не диванный, он только настольный. Но плюс в том, что выдвигаются вот эти планки боковые. И можно ставить раму от 20 сантиметров до 60. Это очень, конечно же, удобно. И вставлю вам фотографию. Фотографию этого процесса, как он выглядел на 31 декабря. Где-нибудь вставлю фотографию. Вы видите, что я уже хорошо поработала, повышивала. Работа действительно движется к завершению. Я немножко посмотрела вчера по схеме. Вышиваю по оригинальной схеме. Не по саге. Вчера посмотрела, думаю, сколько мне примерно в крестиках еще осталось. Но смогу ли я за день ее завершить. Но крестики, скорее всего, смогу завершить. Здесь осталось примерно полторы тысячи. Но здесь же не только крестики. Здесь у нас очень много бэкстича. Отделки, выкладная нить будет. И потом еще нужно будет пришивать бисер и бусинки. Поэтому, конечно, здесь не на один день. Если мне повезет и я не отвлекусь на какие-то другие дела, то за два дня я смогу ее завершить. И у меня будет первый финиш этого года. И вот такой классный, потрясающий. Поэтому у меня сейчас настроение ее вышивать. Прямо вот сейчас настроюсь и буду вышивать мою красавицу. Покажу вам, конечно же, поближе. Вот такая симпатичная девушка получается. Вчера ночью вышивала. Перепутала один цвет. Вот здесь в лице. И здесь такой вот розовый-розовый, ярко-розовый в лице цвет пошел. Я на нее смотрю, думаю, что тут такой странный какой-то очень яркий загар. Посмотрела на обложку, нет, нет такого цвета. И потом я сообразила, что просто перепутала, потянула соседнюю ниточку по значку. И поэтому так вот ошиблась. Вечерние и ночные вышивки, они часто приводят к каким-то ошибкам. Но у меня, по крайней мере, я вот если засиживаюсь допоздна, я потом на следующий день не обнаруживаю свои вот эти вот ошибки. Ну вот, бывает, бывает. Я с огромным удовольствием вышивала шубку. Вот этот зеленый цвет. Легко вышивается, очень приятно. Здесь такие цветовые участки. И цвета, которые здесь подобраны, мне очень нравятся. Крыло вышивалось достаточно легко. Кстати, в крыле бэкстича совсем не будет. Вот так и есть. Здесь сочетание полукреста и креста. Ну, а вот тут еще второе будет крылышко. Оно не такое большое. Конечно, еще нужно будет довышивать музыкальный инструмент, ленты, руки, украшения. В общем, здесь работы еще достаточно много. Где-то на полторы тысячи крестиков. Поэтому придется поработать. Покажу вам, как у меня организованы мои ниточки. Вообще, как мой организован процесс. На самом деле, организация у меня самая-самая простая. Вот я на родные планшетки развесила нитки. Подписала номер и значок, соответственно. Вот они, всего две планшетки. Вот они, нитки. Что хочу вам сказать по ниточкам. Ниток все хватает и даже останется с большим запасом. Я не могу сказать, что прям точно хватит на второй отшив. Но знаете, вот на процентов, наверное, на 60 точно хватит на второй отшив. То есть нужно будет добавить совсем чуть-чуть. И можно вышить второй раз эту работу. У меня первый раз так, что у меня остается так много ниток. Как обычно, всегда остается очень мало. Не знаю, с чем это связано, может быть. Потому что здесь я очень экономно вышиваю. Дошиваю прям все хвостики. В простых наборах, ну как золотое руно, риолис. Я не экономлю, выбрасываю там какие-то вот такие хвостики. Я их выбрасываю. Не люблю ни парковать, ни собирать. И все равно не так хватает. А здесь, так как набор такой редкий, я прям все эти хвостики дошиваю. Может быть, поэтому у меня получается экономия. Не знаю. Так, давайте покажу, что здесь еще. У меня здесь мононит стоит. Мононит я делаю разметку. Очень оказалось удобно. Катушечка с креником. Он идет здесь в бленде и в крыльях. И в снежинках. И где еще? Не помню. По-моему, только крылья и снежинки. Мало совсем пока я повоспользовалась креником. И вот такие у нас здесь бусины и бисерины. Я их потом открою. Посмотрю, в каком они здесь состоянии. Если нормальные, воспользуюсь. И нет, у меня есть такие от Миробили. Я смогу оттуда взять что-то покачественнее от Милхил. Ну, так вот на первый взгляд вроде бы и нормального они состояния не стерлись. Но нужно будет еще потом порассматривать их получше. И мои иглы. Моя парковушка. Вот такая вот уже, конечно, лохматая. Вот у них здесь все иглы. Вот так вот. Ключ делала копию схемы. И ключ просто вырезала, приклеила. Поэтому мне здесь удобно. Вот такая вот у меня простая организация. Все вот так вот в крышке от коробки. Нитки. Все необходимо. И когда я завершаю работу, я ставлю подстанок туда. Там у меня тоже вспомогательные материалы. Иглы. Маркеры. Ставлю. И все. И все это аккуратненько стоит. И ждет момента дальше, когда я буду вышивать. Вот такие у меня продвижения на сегодня. Спешу приступить к вышивке. И, конечно же, сделаю включение. Может быть, сегодня вечером или завтра утром покажу, на каком этапе. Но вот мне хотелось бы, чтобы завтра утром у меня были завершены все крестики. И завтра приступить уже к бэкстичу и украшениям. Это было бы идеальным вариантом. Но посмотрим, посмотрим. Завтра с утра мне нужно ехать на работу. Поэтому, скорее всего, только после обеда смогу тогда сесть за вышивку. Но ничего, у меня сейчас суббота и воскресенье. В общем, много свободных дней. Не такая загрузка, как каждый день. Есть окошки. Поэтому я планирую очень много повышивать и продвинуть, завершить, начать. Не знаю. У меня сейчас огромное вдохновение. Поэтому буду заниматься моими вышивками. Готов мой барашек. Только вытащила его из духовки. Очень сочный, очень вкусный. С такой хрустящей корочкой, как я люблю. Уже кусочек попробовала. Прям объедение. Поэтому сейчас буду накрывать на стол. Будем обедать. Овощи отварные. И, конечно же, рис. Мы любим либо рис, либо картошку запеченную. Но сегодня будет рис для разнообразия. Вот такой у нас сегодня обед. Сегодня суббота, 8 января. Спешу с вами поделиться моей большой радостью. Я наконец-то завершила мою красавицу. Дименшинс, ангел и легатности. Завершила эту работу вчера. Точнее сегодня. Нет, сегодня в час ночи. Я вчера в пятницу съездила на работу. Но уехала рано. Часа где-то в 2 я уже была дома. Пока пообедала. Какие-то дела. И села за мою вышивку. Значит, у меня на вчера оставалось вышить бэкстич. В общем, сделать все отделочные стежки. Здесь и бэкстич, и снежинки, и выкладная нить, и кординг, и коучинг. Бусины, бисер. В общем, работы было много. Казалось, что вот-вот уже крестики все готовы. И что тут осталось совсем немножко сделать украшений. И работа будет завершена. Мне казалось, что я, в принципе, быстро справлюсь с этой работой. Ну, по крайней мере, так себя настраиваю, что хочется вот раз. И порадовать себя уже сразу готовым результатом. Но нет. Я вчера просидела целый день. Практически вот до часу ночи. В час ночи завершила. Конечно, были перерывы. Невозможно сидеть столько часов. Но, тем не менее, я потратила достаточно много времени. Работа кропотливая. Отделочных стежков здесь много. Сейчас мы посмотрим все-все детали. Пока вы оцените полностью всю работу. И, конечно же, я вчера устала. И знаете, вот когда у меня, по крайней мере, такое часто случается. Вот я сижу, я вышиваю, я вышиваю. И наступает какой-то сложный момент, где, вот, к примеру, нужно пришивать, делать металликом лэйзи-дэйзи. И вот мне не хочется их делать. И в этот момент у меня происходит такой надлом. Хочется работу вот так отложить. И, ну, вроде бы чуть-чуть-то осталось. Я завтра ее закончу. Но нет. Так как сегодня суббота. И я знала, что в этот день это удачный день для съемок. Потом опять только вечером. Нет, вот этот сегодняшний день должен быть именно финишным, чтобы я могла снять для вас нормальное видео, показать вам мои успехи, мои результаты. И я вот встану, поприседаю, сделаю какие-нибудь домашние дела, опять себя усаживаю за вышивку. Выполняю, выполняю какие-то элементы. Смотрю, вот, казалось бы, вот все. Висля пришила, тут золотом все вышило. Ну, вроде все, вот уже, ой, ну все. Потом смотрю, где-то снежинки не дошиты. Еще что-то вот не доглядела. И вот так вот потихоньку, потихоньку, я вот, представляете, в час ночи я ее завершила. Погладила. Единственное, работу я не стирала. И вот у меня вчера прям, знаете, уже, наверное, глаза устали. Я смотрела, смотрела и под разным освещением. Никак не могла понять, она у меня сильно запылилась или не сильно. Я ее очень бережно укрывала в те моменты, когда не вышивала. Поэтому старалась сохранять ее, как бы, чистенькой, да. И вот сейчас я смотрю, я, в принципе, каких-то пятен, ничего не вижу. Единственное, что у меня вот внизу, сейчас вам не видно на камеру, осталась небольшая полосочка от станка. Я даже не могу понять, почему у меня станок стал оставлять какие-то, какие-то заломы. Но это не заломы, это такая желтая полосочка. Почему-то отпечатала что-то от станка. Я не знаю, может, они от станка. Ну, в общем, я вчера долго думала стирать, не стирать. И стирать, честно вам скажу, боюсь, потому что девочки писали, предупреждали, что нитки линяют. И особенно здесь красный цвет, зеленый, здесь такие вот именно цвета. Их нужно было, наверное, постирать перед вышивкой. Но мне же горело начать. Вот. И теперь я боюсь стирать. Поэтому она у меня не стиранная, она у меня просто отутюжена. Я влажную ткань положила с обратной стороны. И вот влажная ткань вот так утюжком прошлась. Отутюжила, отпарила. Ровненькая, чистенькая. Вот внизу этот участок, его, если оформлять, не будет видно. Вот. Можно отдельно его застирать. Вот видите, вот она, эта полоса от станка, где вот был залом. Почему-то что-то отпечаталось. Не пойму, почему так. Вот. А все остальное у меня все хорошо. Так. Давайте посмотрим еще какие-то моменты, элементы. Напомню, что это 18 каунт. Давайте еще раз посмотрим обложку. Это у нас 18 каунт. Размер работы 35 на 40. Вот набор, либо дизайн был выпущен в 1994 году. Такой старенький-старенький, в подарочной сумочке. Я за ним прям вот гоняла, сгонялась. И к моему счастью, я его поймала. И причем поймала не одного. Поймала с еще одним набором, который я тоже буду вышивать. Я посмотрела его у Марины Марининой. Мне так понравилось. Эта работа, этот дизайн. И я тоже замечталась получить такого ангела, такой набор к себе в коллекцию. И по счастливой случайности, вот они два продавались. Я их успела купить. Вот этот набор я сразу начинать сейчас не буду. Он у меня пойдет, скорее всего, на декабрь. Уже ближе к Рождеству, я так думаю. Потому что у меня есть и другие работы, которые сейчас хотелось бы позавершать, повышивать. Давайте посмотрим еще также материалы. Что у меня по материалам. Вчера сидела, все разбирала. Вот такой у меня органайзер для парковки Игл. Он уже отслужил. Видите, я с обратной стороны тоже были от процесса. Можно прям сверху будет еще наклеить. Это такой материал, дешевый, но очень классный для парковщиков. Я прям на двусторонний скотч приклеиваю ключ из набора, делаю копию и вперед. Все очень удобно. Оказалось, все просто и очень удобно. Что по схеме. Схема очень легкая. Здесь вышивка в основном в крест, в две нити. Только в крыльях используется полукрест в три нити и в четыре. Ну, там совсем чуть-чуть этого полукреста. В основном крестом в две нити. Все очень-очень просто. Я схему даже вообще нигде не подчеркала. Единственное, сделала себе разметку. Это оригинальная схема. Единственное, сделала себе разметку, потому что здесь слабо видны эти границы. И я стала понимать, что теряюсь, поэтому себе ручкой просто прочертила. Больше ничего не делала. И так как это старый-старый набор, здесь ключ идет по Бексичу и по всем остальным стишкам описания. Вот здесь я немножко поспотыкалась, потому что английский я знаю плохо. Мне пришлось воспользоваться переводчиком, сидеть, разбираться, где что, какие стишки, потому что ну, как бы все там черным, синим, зеленым отмечено, цвета-то есть, но по ключу все нужно читать, потому что один и тот же цвет на схеме может вышиваться разными нитками. И у меня были где-то в начале ошибки, где-то что-нибудь недосмотрела, потом переделывала. Ну, как бы не критично, я все справилась, но это тоже был такой небольшой тормоз. Особенно вот я зависла на тонких голубых линиях по цвету. Мне казалось, что я вот что-то недосмотрела, недочитала. Эта линия использовалась у нас в бэкстиче лица, и мне казалось, казался этот цвет, ну, как бы, не очень удачным. Я вроде на картинку смотрю, туда смотрю, всегда смотрела на обложку. Обложка мне очень помогала, подсказывала, правильно ли я понимаю, неправильно я понимаю. Поэтому обложка мне помогла. Вот. Ну, в принципе, я думаю, что я все правильно сделала. Сейчас будет мне какой-нибудь открыт, если кто-то из зрителей посмотрит и напишет мне, Юля, а вот там-то надо было так сделать. Будет, конечно, очень прикольно. Вот. Ну, уже как сделано. Все. Что сделано, то сделано. Ничего не переделываю. Не могу возвращаться назад. Вот это вот возвраты и переделки никак. Так. Нитки. Нитки, нитки. Нитки остались все. Для меня вот открытие, это первый мой набор, где осталось очень много ниток. Вот, посмотрите, осталось очень много ниток. Прямо вот на цельный второй отшив, наверное, не хватит, но процентов на 70 хватит. Возможно, придется добавить там совсем чуть-чуть, каких-то цветов разбавить. Даже вот металлика, посмотрите, его очень много осталось. Даже меньше половины я его использовала. Металлика точно здесь бы хватило. И вот знаете, металлик здесь очень классный, он податливый, он послушный. И вот я понимаю, теперь, почему все девочки хвалят металлик в старых наборах Dimensions. да, да, он очень-очень качественный, очень удобный в работе. Вот такой у меня был органайзер. Я его как в самом начале сделала, так вот он у меня и в общем-то лег на душу и мы с ним подружились просто. Бумажный органайзер из набора. Подписывала номера, потом внизу подписывала значки и все, и все нормально. Вот второй. Смотрите, сколько здесь ниточек. Зеленого прям много. Все осталось. Все осталось. Я, конечно, по пасмам не считала. Можно сесть и озадачиться посчитать по пасмам. Сколько было, сколько осталось. Но я в этом плане ленивый человек. Я свой результат уже получила. Как бы у меня эта страничка уже сейчас перевернется и мысли уже о новых каких-то наборах и свершениях. Поэтому прям такую статистику подводить мне сейчас вот вообще лень. Особенно после можно сказать целого дня пришивания вот этих вот всех стежков, бэкстичей и всего-всего. Конечно, сейчас еще проводить какую-то статистику нет. Но мне так осталось много. Я их вот так вот прям на эти органайзеры накручу и отправятся они в мои запасы с нитками. Когда придет время подбирать какой-то наверное дизайн, я, конечно же, воспользуюсь. У меня есть небольшие запасы ниток Дименшинс, но есть. Даже вот с иголок сняла то, что были какие-то длинные нитки. Я их тоже вот в пакет упаковала. Ну и как бонус вот такая практически целенькая катушечка с креником. Посмотрите, какой красивый такой он. Радуга. Прикольный креник. и остался креник. Ну и конечно же самое-самое интересное для вас наверное сейчас порассматривать детали. Увеличу. Так, поставила на макро, чтобы не работу крутить, а постараюсь вот так вам показать. Ну, во-первых, хочу показать конечно же лицо. Девушка получилась симпатичной. Обычно знаете, у Dimensions лица страдают. Получаются такие краснолицые люди. Ну, вот здесь для такой разработки здесь достаточно симпатичное лицо. Очень сильно меня смущал вот этот вот цвет в лице бэкстича. Он мне казался очень темным и я вот и на обложку смотрела и так и сяк. Но вот сейчас смотрю уже в вышивке как цельная картина. Никакого диссонанса не вызывает. Нормальный цвет, он нормально сюда лег. А вот когда его смотришь в пасме он какой-то такой серо-коричневый по ключу он по-моему темно какой-то зеленый серо-темно серо-зеленый что-то такое там было. В общем в пасме когда смотришь на этот цвет он очень такой странный не подходит к лицу. Но вот здесь достаточно хорошо он себе улегся. Вот здесь венок у девушки здесь большая россыпь крестиков я здесь долго их вышивала вот эти все крестики и конечно красиво смотрится но вот иногда хочется мысли проскакивать может быть пришить сюда бисера с другой стороны закроются все крестики зачем тогда я все это вышивала поэтому я оставила так как есть решила ничего не изменять здесь вот у нас металликом лейзи дейзи потом у нас здесь металликом выкладная нить тут по-моему нужно было делать бленд металлика и еще одной нитки но я вот здесь вот как раз перепутала и сделала просто две ниточки металлика выкладной нить но тоже смотрится красиво поэтому я решила не переделывать разница небольшая одежда здесь тоже у нас идет прямые стежки золотой нитью вот так дальше руки ну руки я вышла все по ключу вот эта рука мне нравится это мне как-то не очень нравится но я уже как-то и пробовала переделывать и так и сяк ну вот лучшее что у меня получилось ну в принципе внимание на эту руку не идет ну вот такая вот она по схеме это рука дальше что у нас здесь с музыкальным инструментом по-моему это мандолина здесь все очень просто вышивалось бэкстич по краю и струны конечно же выкладная нить пришлось мне немножко тоже здесь так поусердствовать чтобы струны получились ровненькие аккуратненькие ну я надеюсь мне кажется у меня получилось все очень очень аккуратно дальше вот украшение этот бант на мандолине тоже вышивался очень кропотливо здесь вот эти цветочки много разных но они не совсем одиночки два-три крестика четыре там пять вот так вот постоянно закрепляешься и когда вот такие моменты где постоянно нужно закреплять нить я вот начинаю сильно уставать наверное поэтому не вышиваю многоцветки потому что там одни закрепки девочки наверное к этому привыкли а я уже как бы я еще не привыкла не люблю я вот такие места я с ними в общем их терплю просто и вот здесь у нас французские узелки вот полная имитация как называется эта ручка да у музыкального инструмента не знаю как называется вот очень красиво и получилось реалистично снежинки снежинки конечно меня здесь просто добивали я на них вот знаете тоже их терпела эти снежинки почему потому что вышиваются они блендом ну в принципе бленд не сложно сделать складываешь две ниточки мулине и кренник и нужно было вот это вот закрепляться на пустом месте тоже закрепку я делала микро стежком и потом нужно было выполнять все вот эти вот хитрые такие вот сплетения переплетения французские узелочки снежинки все немножко разные вот есть такие одинаковые маленькие а вот такие крупные они все разные это у меня такая какая-то получилась не очень но уже не стала переделывать снежинкам позволено быть разными вот такие вот снежинки ленты от банта крылья вышивались просто они конечно объемные но вышиваются просто здесь и крест и полукрест ну так вот без бэкстича кстати кстати вот платье самое интересное в платье очень много разных деталей здесь пришлось поработать в целом вышивается просто здесь просто крест большие такие пятна здесь я на этой юбке и на шубке отдыхала особенно шубка вышивалась очень классно такими цветовыми пятнами берешь нитку прямые все вышиваешь и все это легко просто по крестикам по основе все вышивалось очень просто очень классно с настроением но вот отделка когда пошла здесь уже конечно нужно было поработать вот на белой шубке вот эти вот вкрапления это по два крестика вышиваются потом нужно было все вот эти вот штучки обрамить и бэкстичем постоянно нужно было закрепить ниточку вышить бэкстич опять закрепить срезать вот понимаете да вот этот бэкстич вышивался очень приятно конечно медленно потому что нужно было идти четко по схеме но приятно никаких проблем берешь нитку тоже полностью все вышиваешь две нитки зеленым цветом получается вот именно такой бархат знаете пушистый ну наверное бархат какой-то не знаю велюр вот такое что-то такое мягкое пушистое очень-очень здорово все передано причем очень-очень просто лейзи-дейзи не так-то быстро вышиваются металликом потому что лепесточки эти нужно выкладывать и металликом как бы это не просто сделать ну в общем-то пришлось просто как бы сконцентрироваться это нормально так что еще что еще юбка вот такая у нас красивая юбка вышивалась легко здесь просто бэкстич тоже по краю вышивался очень-очень легко снежинки снежинки нелюбимые снежинки так что еще здесь из интересного вот такое украшение это у нас бэкстич в одну ниточку и по кругу французские узелки смотрятся как бисериночки очень красиво дальше тоже такой вот утомительный был процесс вышивки вышивки вот этих стежков это у нас бэкстич золотая нить плюс ниточка желтой мулине видите вот такой вот разброс по всей юбке нужно было все это вот так вот закрепляться открепляться изнанку уж показывать не буду потому что понятное дело столько закрепок ну и по итогу пошел бисер бисер я оставила родной я посмотрела он не облезлый вроде бы нормальный бисер вышивала ниточкой титан да ниточкой титан вот ну вроде по схеме тоже все вот так вот шло а здесь у нас бусины золотые бусины тоже оказались в целом состоянии ничего не поврежденный не облезло вот такие красивые бусинки ну и вот с этой стороны тоже бисер тоже я пришивала в конце бисер вот вот такая вот у меня получилась работа красавица очень я мечтала о ней наконец-то я ее завершила ну тоже вот жалко отправлять ее в рулон хочется ее натянуть поставить чтобы она меня порадовала но боюсь пыли потом как я ее я же ее не постираю вот представляете что делать что делать а не показала вам из самых главных украшений ну может быть не самых главных но из таких вот заключительных тоже украшений это кординг вот такие вот веревочки я плела значит здесь использовалось у нас 4 нити зеленая темно-фиолетовый металлик и желтая да вот 4 нитки скручиваем в кординг и потом они вот так пришиваются выходят они из практически из одного места вот здесь вот в руке и с обратной стороны крепить было очень сложно и пальцы я исколола и на этой работе у меня еще от без корню пальцы не зажили вот и на этой работе я их еще поколола как-то я в этот год вошла с поколотыми пальцами такое впечатление что у меня теперь весь год будут они поколотые вот вышивка эта плотная на 18 каунте может быть я еще крестики стала подтягивать вообще у меня очень плотный ход нитки так ну вот такие вот у меня получили здесь вот эти вот кординги вот такие вот не знаю как вам показать что это объемно что это вот так пришито ярко стараясь вот так вот может быть сбоку показать вот вот так вот видно и конечно они очень красивые потому что там 4 разноцветные нитки такого кординга я еще не делала чтобы там были разноцветные ниточки но очень здорово очень классно что-то новенькое интересно да в работе много деталей много всяких стежков ну стежков здесь немного украшений много и конечно же это делает работу интересной увлекательной несмотря на вот эти вот снежинки которые меня мучили я вот их прям порционно старалась вышивать чтобы в обморок просто не упасть от всех этих снежинок но и тем не менее я их преодолела какое было мое удивление я уже практически все дошила так уже наверху там все эти стежки и выполнила спускаюсь вниз смотрю у меня вот эта снежинка не вышит и думаю ух ух и вышила ее все все сделала все завершила работа готова и ну что еще сказать больше мне здесь добавить нечего пишите ваше мнение мы перейдем к следующей теме ух ваше мнение ух Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благо я их в какой-то момент накупила и вот они у меня есть Подписала номерочки здесь ДМС по порядку Хочу так попробовать вышивать вот как девочки по саге В принципе нитки я все подготовила Единственное их нужно подержать под паром чтобы они разгладились Потому что они были какие-то на бобинках и вот кучерявые Но это не проблема В чем проблема? Вот перед вами это основа Не знаю Помещается да помещается в кадр Когда я разложила основу у меня здесь примерно 2 метра 18 каунта от свайгарта Я где-то когда-то купила такой огромный кусок чтобы было Вот и когда я разложила уже эту основу Померила с припусками сколько мне нужно отрезать А размер работы здесь 33 на 66 сантиметров С припусками получается примерно там 40 на 75 Когда я увидела этот кусок огромный Это же 18 каунт и полная зашивка Знаете у меня в жилах остыла кровь Я вот на минуточку осознала что Юля Это все реально нужно будет зашить Всю эту канву все это нужно будет зашить Все вот все кроме припусков Крестиком на 18 каунте И я вот поняла что я наверное может быть еще морально к этому не готова И вот не начала Процесс лежит Я думаю По китайскому календарю тигры приходят с 1 февраля Если я силами с мужеством соберусь То я начну этих тигров Если нет то я расформирую Вот ну вот с одной стороны я вот думаю Хочется мне их начать Конечно начать это наше любимое дело Я сейчас их начну Вышью там тысячу ну максимум две тысячи крестиков Потом у меня в планах стоят также мои начатыши Я их буду вышивать Эта работа там будет стоять Что я буду с ней делать Вот понимаете у меня нет такой скорости как у девчонок Там и куча многоцветок И все работы вышиваются Все продвигается у меня Тем более в жизни бывают такие моменты Когда я вообще вылетаю из рукодельной вышивальной жизни Бывают дни не вышивальные Мне нужно заниматься работой с собой Какими-то делами Поэтому время-то ограниченное Нужно как-то его гармонично распределить между всеми Чтобы всем по чуть-чуть досталось И я понимаю что эта работа у меня будет затягиваться Но с другой стороны хочется Они такие хорошенькие эти тигрики Почему они такие огромные Не могли бы их сделать чуточку поменьше В общем у меня такое знаете состояние Я не могу поймать это равновесие И хочется начать Но боюсь Боюсь и поэтому основу еще не режу А с другой стороны куча начатышей Тоже я вот снимала видео Все их в руках подержала У меня прям есть такие процессы Которые мне горит их вышивать И вот глядя на все это Я себе говорю Юля начни начатыш Начни пока начатыш У меня есть те работы Которые мне вот уже нужно И хочется завершать Есть некоторые дизайны Которые я тоже Целый год их собирала Комплектовала Тоже я хочу как бы начать Не знаю что делать девочки Понимаете Дилемма Вот Тигрики пока наверное полежат До первого числа У меня есть такая идея Если я соберусь с духом Может быть Я их начну И буду вышивать По тысячу крестиков в месяц Это конечно вообще копейки Но это что-то И буду заодно подтягивать Мои уже начатые работы А в следующем году Может быть я уже Так Освобожу пространство Своё рукодельное И займусь тиграми Буду их вышивать Не знаю Прям вот не знаю Меня и туда и сюда То ли надо То ли не надо Но тигры же классные Но это же работа 250 на 473 крестика На 18 каунте 33 на 66 Ну хоть половину может вышить Может хотя бы вот этого тигра вышить 33 на 33 Но это можно вышить Небольшой размер Но может быть начать Себе вот как бы Поиграть с собой Сказать Начни снизу Выши одного Потом если что Вышишь второго Вот Ну второе Мне больше нравится Если одного вышивать Ой не знаю Не знаю Ой не знаю Не знаю Что делать Что делать с тиграми Они классные Может быть нужно Взять просто себя Преодолеть Уже рискнуть Отрезать кусок Основы И попробовать Повышивать А там уже Расформировать Всегда мы сможем Но придется тогда начинать снизу Чтобы если что Снова то все не выбрасывать В общем вот такая у меня здесь Дилемма Это пока дилемма И пока дилемма В моей голове Еще это все варится Я думаю Чтобы руки мои не скучали Я решила начать Начатыш И давайте посмотрим Что я начала И вы все правильно угадали Да Следующая работа Которая у меня будет идти На завершение Это Золотое руно На охоте Я наконец-то нашла Обложку У меня есть хорошая папка Куда я складываю Обложки Схемы текущие Вот то что Как бы не помещается В В организацию Я туда складываю И вот там все это нашлось Так давайте смотреть Что у нас здесь По дизайну Размер 33,2 на 24,6 сантиметров 26 цветов Ниточки Это у нас Мадера Дизайнер Буйновская Людмила Основа Цвайгард Нитки Мадера Как я и сказала Набор мне был подарен Напомню Что муж у меня Охотник У нас есть Вот такая собака Поинтер Конечно Она уже большая Ей 3 года Он уже серьезный парень С очень хорошим характером Хороший помощник Муж его очень-очень любит Эту собаку И Вот Теперь ему нужно вышить Я ему когда-то Давно вышивала Курцхара Тогда ему эта порода Не очень нравилась Он как бы так воспринял А вот теперь Он полюбил тоже Эту породу Курцхара И Говорит Вот спасибо Что ты мне вышила Эту работу Мне теперь нравится И Теперь хочет Чтобы я ему вышила Большую По фотографии Сделать Схему Вышить большую работу Собаку Я говорю Ну определяйся Какая тебе фотография Какая картинка нравится Будем значит Работать над этой задачей Раз уж я обещала Все сделаем Хоть И через несколько лет Какие наши годы Вот И что у меня на сегодня Есть Есть вот что Я вам вставлю Фотографию Как выглядела Эта работа В принципе Зачем вставлять Она не сильно Это изменилось Я вчера буквально Вот здесь чуть-чуть Повышевала Там каких-то 100 крестиков Поэтому я думаю И фотография Не нужна Работа у меня Чуть-чуть Перевалилась За половину Буквально Вот этот вот Кусочек Перевалилась За половину И Работа У меня Работа у меня Будет завершаться Вот на основе Чтобы вам было понятно Вот здесь Вот такой вот Большой кусок Так как я вышиваю По бумажке Я вам не могу сказать Сколько у меня осталось Тысяч в крестиках Мне конечно тоже интересно Нужно будет посчитать У меня здесь и Разметка есть Все есть Можно будет посчитать И посмотреть Но Я себе ставлю В план эту работу На отшив Там как пойдет Январь Февраль Но в принципе Есть все шансы Завершиться Этой работе В январе И сейчас у меня Такое настроение Вышивать Одну работу Как-то вот эти Вот знаете Волна начатыши У меня Закончилась Я поначинала Я получила Вот этот кайф И я рада Что я это сделала Потому что Наборы покупаются Когда они покупаются Покупаются Просто складываются И К ним Очередь идет Очень долго А что-то хочется Ну хотя бы просто Открыть И вот это вот Ощущение Того что ты Не можешь Их открыть Конечно Тоже не очень Хорошо Но если уж Хочется открыть Надо открыть И попробовать И даже если Он не будет вышиваться Все Он свою функцию Выполнил Вы его купили Вы его открыли Получили вот эти эмоции Ахи-охи И все Ну если есть возможность Покупать Конечно Да Мы всегда В рамках Наших возможностей Должны Находиться Вот И У меня был такой период Мне хотелось Поначинать Я поначинала В прошлом году Около десяти Много я Конечно И завершила В прошлом году Я молодец Постаралась Вот На сегодняшний день У меня На настроение Вышивать Одну работу Знаете Я вот На моем Ангеле Поняла Я настраиваюсь И просто Включаюсь В процесс А здесь Процесс легкий Несмотря на то Что 18 каунт Здесь только крест Не будет никаких Отделочных Стежков Бэксичей Ничего Самое сложное Вот эту вот Траву Где там были Одиночки Разброс Я вышила И мне остается Зашить мордочку Я по всеми Посмотрела Там уже Не так-то Сложно По крестикам А фон Вот этот вот Зеленый Он вышивается Очень легко И классно Вот прям Я вот этот Кусочек Вышивала Я получала Огромное удовольствие Вышивается Большими цветовыми Пятнами Зеленый цвет Я обожаю Вот такие вот Темные Зеленые Цвета Какой-то Траву Лес Там что-то Вышивать Поэтому У этой работе Есть все Шансы Вышиться Наконец-то И я Себе поставила Такую цель Если я Вышью Соберусь А я должна Это сделать Я сразу Ее оформлю Потому что Эта работа Она знаете У меня Намучилась Со мной Поэтому Ее нужно Отметить Багетом Вот Я кстати Нашла Новый багет На мастерскую Еще Там ничего Не оформляла Но Зашла Посмотрела Там много Багет Там много Паспарту И Не хочется Что-то Туда отнести Посмотреть Что они могут Конечно Тяжку буду делать Сама В руки Никому Уже Ничего Не даю Товарищи Здесь Такие Неоднозначные Могут Отрезать Чего-нибудь Еще Что-то Могут Сделать С работы Поэтому Буду Делать Сама Натяжку И Что И потом Им отнесу На оформление Так Нитки 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 Мадеро Как были На планшетках Так и остались Немножечко Они чуть-чуть Подзапутались Сейчас Вот Вот такие Вот Ниточки Конечно Уже Планшетки Худеют Но Все Достаточно В приличном Состоянии Для Текущего Процесса До Текущего Процесса Достаточно В приличном Состоянии Вот так Ну И Из Организации Вот это Уже Неприлично Вот Это у меня Здесь мои Иголки Паркуются Вот так Вот Ну Процесс Долго Лежит Нитки Тут уже С иглами Запутались Просто Номерочки Я проставила И Как на планшетках И вот сюда Их Паркую Ну Что ж Ладно Тоже Он меня В общем-то Этот органайзер Выручил Парковщик Как-то Мы Парковались И Процесс Двигался Ну И конечно же Ключ Вот этот Свет По-моему У меня Уже Закончился Потому что Я подобрала Здесь нитку ДМС Уже Подписала Я не знаю Будет он Участвовать Или нет Еще У меня По схеме Но вот Один Уже Ушел И Здесь Бленды Вот так Паркую Все Вот так Все Бесхитростно Очень Так Ну Ну что Это все Новости На сегодня Я думаю Что Год Начался Очень Активно Ну так Часто бывает Насмотришься Итогов Планов И вот Включаются Все какие-то Внутренние Резервы Начинаешь Тоже Хвататься За все Вышивки Вышивать Начинать Завершать В общем Такой Процесс Кипит Наверное Нужно Делать Новый Год Два Раза В Год Девочки Вот эти Подведите Итоги И снимать Планы Вот На каждые Шесть Месяцев И если Это все Так Будет Ити Дружно Представляете Какой у нас Будет Год По итогу Продуктивный Мы будем Все Очень Стараться К Итогам К Финишам Да И Каждые Шесть Месяцев У нас Будут Намного Больше Они Будут Более Продуктивными Вот На этом У меня Все Отправляюсь Вышивать Вам Желаю Хорошего Настроения До новых Встреч И Всем Пока Пока